Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, как и куда инвестировать в эти непростые времена. Дополнительная тема в последнее видео, вы заметили, мы говорим об активном доходе, каким образом его сохранить и приумножить. Тема сегодняшнего видео будет звучать, как каким образом зарабатывать миллион рублей в год. Просто это или сложно, поделюсь определенным лайфхаком, который, я думаю, если вы примените лично для себя, то в этом случае вас сверху вероятностью в 90% все срастется и получится. Итак, смотрите данное видео обязательно до конца, если хотите зарабатывать от миллиона рублей чистого дохода в год. Итак, друзья, вот в этом видео мы говорили о принципе Паретто, мы говорили о том, что это за принцип, как он появился, и мы говорили об этой формуле 1.50, то есть, когда менее 1% действий, которое вы совершаете для того, чтобы заработать 100 тысяч рублей, приносят 52 тысячи рублей дохода. И часто в моей практике в нашем закрытом клубе инвесторов, вообще в общении с людьми, когда я рассказываю о том, что это работает вот таким вот образом, то люди говорят, Максим, все замечательно, все великолепно, а как выявить этот 1% эффективных действий? То есть, ведь действия есть эффективные, есть неэффективные, причем, если следовать вот этой вот пропорции, получается, что 99,2% действий, которые мы совершаем для заработка миллиона или там 100 тысяч, приносят нам 48 тысяч рублей, и только 0,8% приносят крупную сумму. Как уменьшить количество времени, совершаемых неэффективным действием, перевести в эффективные? В этом случае нужно отцифровывать. Очень просто отцифровывать, отцифровывать в первую очередь время, время, которое мы тратим на то, чтобы получать, потому что здесь, опять-таки, взаимосвязь между доходом и временем. И в этом случае нужно отцифровать рабочее время, раз, два, нужно отцифровать, сделать так называемую декомпозицию. То есть, если мы хотим зарабатывать 1 миллион рублей в год, то в этом случае формула следующая. Мы берем 1 миллион рублей, делим на 11 месяцев. Почему 11 месяцев? Потому что 1 месяц, за году нужно отдыхать. Поэтому первое мы делим на 11. Получаем цифру в 90 909 рублей, которые мы должны зарабатывать в месяц. Цифру в месяц делим на количество рабочих дней, вычитая выходные на 22. Получаем цифру 4 132 рубля. Еще раз, первая зависимость. Если мы хотим миллион рублей в год, мы должны получать в месяц 90 тысяч, стоимость одного рабочего дня нашего должна составлять 4 132 рубля. Следующий шаг мы делаем еще более глубокую декомпозицию. Мы делим на количество рабочих часов, цифру стоимости дня. То есть, 4 132 делим на 8. Получаем, что 1 час должно стоить 516 рублей. И последнее, что мы делаем, мы делаем еще более глубокую декомпозицию. Сколько должна ставить 1 минута времени в случае, если мы хотим выйти на доход в миллион? Получается, делим 516 на 60. И получаем, что 1 минута нашего времени должна стоить 8 рублей 60 копеек. Все очень и предельно просто. Ребята, еще раз. Первое. Мы идем от цели. То есть, ответ звучит, как зарабатывать миллион. Зарабатывать. Если мы говорим про заработок, то мы говорим за то, что мы продаем свое время. И в этом случае мы должны сделать нашу цель, которую мы хотим декомпозировать по времени, сколько должна стоить 1 минута. Для дохода в миллион рублей это получается 8 рублей 60 копеек. Но что еще важно понимать? Откуда вообще это взято? Эта концепция взята из книги «Жесткий тайм-менеджмент» Дэна Кеннеди. Хотите узнать более подробно, можете заказать, посмотреть, каким образом это считается и как эта эффективность работает. Он говорит, ребят, все вот эти вот истории с тайм-менеджментом, с эффективностью вы крините в унитаз, просто сделайте декомпозицию в зависимости от того, какой уровень дохода вы хотите иметь. Первое. В зависимости от желаемого уровня дохода сделайте декомпозицию. Раз. Второе. Сделайте декомпозицию вашего текущего заработка. То есть сколько вы зарабатываете сейчас. Если вы зарабатываете условно 30 тысяч рублей в месяц, 30 умножаем на 12, получаем там 360 тысяч рублей. Вот сделайте обратную декомпозицию по такому же принципу. 360 разделить на 11, разделить на 22, разделить на 8, разделить на 60. Вы получите, сколько сейчас стоит одна минута вашего времени. И в этом случае, о чем мы говорим? Отцифровывайте, да, то есть делайте некий такой чекап в течение одной недели, на что вы тратите свое рабочее время, то есть чем вы занимаетесь. Посидели мы час времени в социальных сетях, исходя из того, что минута времени 8.60, окей, мы пишем, окей, я готов потратить 516 рублей на то, чтобы посидеть в социальных сетях. Каждый телефонный звонок, который вы получаете в течение дня, любое сообщение, которое вы получаете на Viber, Telegram, WhatsApp, выводит вас из продуктивного состояния для того, чтобы вернуться снова в продуктивное состояние, создающее деньги, создающее прибыль, создающее капитал. В итоге приводит к тому, что вы их теряете, потому что в это время ничего не создается, ценности не получаются. И на самом деле вот это простое упражнение, декомпозиция того, сколько я хочу зарабатывать на минуту времени, позволит уже сейчас выявить ту неэффективность, выявить те проблемы, которые сейчас съедают большую часть вашего времени. Может быть, вы на дорогу много тратите, может, вы в социальных сетях много проводите. И в этом случае, то есть, какие можно сделать предложения? Если все-таки это происходит, да, то есть пусть время это с чем-то совмещается. Расскажу еще один лайфхак. Не могу сказать, что я это где-то прочитал, да, то есть это мое собственное творение, да, интеллектуальная собственность. Ну, можете его использовать, называется «Сегодня на 0,2% лучше, чем вчера». Что это значит? Это значит, что вы сегодня должны быть на 0,2% лучше, чем вчера. Как у меня непосредственно это работает, да, то есть как у меня это работало? Началось просто с элементарно физической активности, да. В среднем трекеры показывали, что я проходил там в районе 5-6 тысяч шагов в день. При этом нужно проходить 10 тысяч шагов. Что я для себя сделал? Когда мы видим какую-то большую цель, может быть, слышали такой параметр, да, «съесть слона». И мы тоже слышали, да, то есть я же вам не открываю ничего нового, что слона тяжело съесть сразу большого, да, ешьте его маленькими кусочками. То есть у нас же очень много говорится про то, что цели должны быть по смарту, они должны быть измеримыми, достижимыми, определенными во времена, бла-бла-бла-бла-бла, все лидерство, достигаторство и прочая другая лабуда. И получается, у тебя с одной стороны цель всегда перед глазами лежит вот этот вот слон, которого нужно съесть, и тебе нужно маленькими кусочками его есть. И когда ты на него смотришь, ты говоришь, блин, да я его не съем. И получается, даже когда ешь маленькими кусочками, то ты все равно сливаешься, потому что ты видишь, что все равно убывает слишком медленно. И считаешь, что на самом деле результата ты не идешь. И ты затрачиваешь очень много времени элементарно на то, чтобы вот именно отслеживать эту ситуацию, да, что, ну там, ногу съел, да, но ты ее можешь есть, там, я не знаю, полгода. Но если сделать такой лайфхак, да, убрать в морозильник этого слона и каждый день просто выносить по 100 грамм. При этом ты знаешь, что слон, в принципе, там лежит, но как изменяется, ты не видишь. Ты просто сегодня съедаешь один маленький кусочек. Пример 0,2%. Что такое 0,2% применительно к шагам в 5000 шагов в день? 5000 шагов в день, 0,2%, это я должен на следующий день пройти 5010 шагов. Если вы для себя ставите такую цель, насколько мне сложно будет на следующий день пройти всего лишь на 10 шагов больше? На следующий день, ну окей, на 20 шагов я больше пройду. Это несложно. Каждый день это несложно. Но при этом 0,2% в день на самом деле приведет на годовом промежутке, 365 дней, приведет к тому, что будет в 2 раза больше шагов через год. Понятно, что не всегда получается проходить. И поэтому я лично к себе отношусь, что я сегодня должен быть на 0,2% лучше, чем вчера. Это касается отношений. Сделал ли я комплимент своим детям? Похвалил ли я их за что-то, да? Сделал ли я комплиментов своим детям больше сегодня, чем вчера? Когда мы говорим про бизнес, сделал ли я сегодня что-то для бизнеса на 0,2% больше, чем я сделал вчера? Какая была моя активность? Мало того, когда у вас постоянно мысль, думая всего лишь об этих 0,2%, опять же, когда мы говорим про шаги, и я понимал, что условно я по объективным причинам, не знаю, к вебинару готовлюсь, или ко встрече готовлюсь, или день очень плотный был по встречам, я не могу выполнить ходовую активность, то в этом случае во время прогулки, это получается где-то порядка, сейчас хожу 1-2 часа в день, я просто слушаю книги, summary, да, smart reading, и получается, что за неделю в общей сложности я прослушал идеи из 40 лучших книг. 40 книг за неделю, лучшие идеи, это приводит к развитию, да, и получается, что на самом деле накопленный багаж знаний, накопленные ресурсы приводят к тому, что у вас в вашу мозговую систему загружаются определенные вещи, да, и опять-таки они загружаются очень порционно, не надо опять-таки, а я могу сделать 0,4%, а я могу сделать 0,5%, сделайте вот эту вот маленькую 0,2%, наряду с тем, что я сказал вам по поводу того, примените вот этот вот элемент, 0,2% сегодня лучше, чем вчера, к тому, как заработать 1 миллион рублей, к той математике, про которую я говорил, и в этом случае, как минимум, можно будет говорить, если мы применительны к доходу, можно говорить об удвоении дохода ежегодно, поэтому, друзья, сегодня в видео было очень много цифр про математику, и я хочу вам в качестве подарка выдать инвестиционный калькулятор, если у вас отозвалась тема, если вы сказали, Макс, классно, я голосую, я, скорее всего, сейчас так посчитаю, если у вас будет доход через год 1 миллион рублей, вы можете направлять спокойно на инвестиции 10% от этой суммы, это 100 тысяч рублей в год, и давайте опять-таки посмотрим, какого слона мы можем вырасти, если мы будем откладывать эти 100 тысяч рублей в год с доходностью 10% на 60-летнем промежутке времени, вам это позволит бесплатный инвестиционный калькулятор, ссылочка на скачивание находится под данным видео, абсолютно бесплатно, забирайте и посмотрите, какого слона в размере активов вы можете вырастить, допустим, за 50 лет, если будете инвестировать по 100 тысяч рублей ежегодно, откуда брать 100 тысяч рублей, доход привести к 1 миллиону, как вы получили в данном видео. Если понравилось видео, оставляйте комментарии, лайкайте, делитесь со своими друзьями, родными и близкими, кому-то это может быть сегодня очень актуально и полезно. У меня сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.